одень куртку очень прохладно сидеть да у меня тут это сама качается в здравствуйте дорогие друзья я людмила эстония и город таллин и сегодня мы на нашей дальше ну надо но потом и не сейчас же я живет села только записывать здравствуйте дорогие друзья я людмила эстония и город таллин поздравляю вам вас со светлым праздником пасхи счастья здоровья и всего самого-самого хорошего в вашей семье независимо от национальности и от веры вероисповедания сегодня суббота 15 сегодня день рождения нашего сына но мы сегодня не отмечали на даче и муж целый день подключал воду все проверял все эти самые стыки потому что в прошлом году у нас прошлом году первый раз зимовала так сказать это сама стационарная вода и у нас разорвала там некоторые эти самые ночи были проблемы короче в четырех местах благополучно подключили посудомойку и комиции туалет и все 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 есть про стиральную машину еще не подключали но я надеюсь что она тоже душ в общем все все теперь работает топили печки было плюс восемь когда мы пришли но все равно как бы холодно и два насоса у нас работала и в общем две печки очень целый день целый это самое работали было холодильник холодильник большой старых но благо ноу фрост хотя холодильнику уже наверно 22 года где-то как минимум ну сами знаете после зимы столько всего это еще в доме не убирали это просто то что вот это все подключили все пока дрова пока все таскали в общем работы было это сама много целый день целый день но я скажу холодно холодно вот так вот сидеть несколько несколько носков сапоги и все остальное прошлом видео в субботничнем которое вышло в субботу конечно это такая тема животрепещущая так сказать семейные отношения или вообще просто отношения мужчины и женщины и я обещала по моему марина была наверно первый раз писала комментарий фамилия на у было не помню сейчас я не записала искренне сделал пока поэтому не помню сейчас значит марина пишет о том что она живет одна и что она ну как бы живет своей жизни поступает так как она хочет планирует ну делает свои планы и соответствии с этими планами она как бы сказать живет но так по памяти что помню то что говорю что конечно если человек семейный если есть муж то обычно муж получается как бы командует им тогда все делаешь как бы то что хочет муж у каждого человека свои свое восприятие вообще жизни и естественно даже но в любой семье и наверно так же как в моей для меня что-то одно важное а для моего мужа что-то другое вот я ему говорю например ну я не знаю вот надо тут убрать вот это а он говорит а зачем а тебе это надо это ему как лежала там сколько-то лет это может и лежать и у нас конечно тоже есть с ним разногласия в этом плане мы по разуму понимаем порядок качается штатив так сказать на ведро поставила вот ветер дует а вот конечно да кто-то находит компромиссы и кто-то договаривается в семье а кто-то нет кто-то нет и вот я написала и марине что я знаю одну историю но это мне рассказывали эту историю я лично не была свидетелем этой истории но сам тот факт тоже кажется жила была семья много-много лет они может быть с первых дней там были вместе и вырастили детей и внуков и все ну в общем все дом полная чаша построен дом и там в доме все 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 есть муж трудяга работяга хорошо работал и зарабатывал и все нужно тоже там когда-то работала и это само основную массу так сказать средств приносила мужу в семью в дом свой в дом ой слушайте вот и в общем как-то так потом вот до моей это моя знакомая не рассказывала случилось так что до дошел до нее как бы это слух но они тоже не близкие знакомые поэтому как в общем умер муж умер и это моя знакомая она не была на похоронах и как бы просто когда до нее дошли эти слухи то естественно ну надо же как-то поддержать человека сами знаете что это не очень это как бы сказать ситуация не каждый даже отваживается позвонить потому что боится нарушать покой это другого до человека который сейчас в трауре и не знают люди так и не научились в общем-то что надо говорить как надо говорить как подойти со своими соболезнованиями к этому вопросу как к этому человеку вот и значит это моя вот эта знакомая она очень долго собиралась мыслями ну как долго но уж не месяц конечно но там какое какое-то время это сама не один и не два дня она собиралась мыслями и все никак не могла и позвонить не знала как как сказать как поддержать ее что сказать потому что сказать я тебе соболезную на этом как бы сказать и извини мне надо идти там на работу или еще куда-то как бы вроде как бы так не делается вроде и ну и опять же не все же красноречивые не все же знают как это самое как что точно надо говорить и значит а все-таки она собралась через сколько-то недель собралась она и звонит этой жене и говорит что не помню там как ее зовут даже не знаю какое-то имя ну да в общем звонит и говорит ну вот здравствуй все а то значит поднимает трубку такая привет как дела там все это самое и еще моя знакомая говорит она прямо ехать я опешила я не могу понять она я спрашиваю это ты она говорит да ты что-то меня узнала говорит по это сама по голосу говорит да нет коррите узнала и тут как бы начинает мяться мяться а тогда что такое вот я мои соболезнования что это может быть это была ошибка какая-то может быть это не правда может быть это была ложь что вы сказали что твоего мужа как бы не стало все такое и у вас такая семья как быть добычек и все такое как ты будешь там жить и ну в общем всякие такие а так это мне все хорошо говорит я ягод сейчас говорит им все в нашу мебель я делаю ремонт и я что-то там продаю что-то в общем что-то выкидываю что-то перед в общем она полностью переделывает все в доме как бы ремонт то есть еще грубо говоря 40 дней не прошло она вот такими делами занимается она такая вся прямо возбужденная вся такая вот и говорит ягод была так так в шоке что то видимо поняла что я так это самое говорит как-то замялась и значит все-таки у них возник какой-то разговор и значит это моя знакомая говорит ну как так вот еще как бы 40 дней вроде нету ну сами понимаете что людям ведь неудобно это сказать но непонятная ситуация ата говорит ты знаешь это я все время плясала под дудку своего мужа все время а сейчас у меня развязались руки я буду делать так как я хочу я буду жить так хочу я буду я поставлю диван туда куда я хочу я буду лежать тогда и когда я хочу я поеду на экскурсию и там еще куда-то ветер рассушите все-таки сильный ветер это в общем она сказала да я благодарна своему мужу что он у меня как говорится был я помню о нем только все самое хорошее но как бы сейчас он мне развязала руки я буду действовать так как я хочу это не значит что я его забыла это не значит что я его не любила это не значит что как бы я скажу детям или внукам о нем плохо нет было все прекрасно но он все время давил на меня, он все время не давал мне развития, он не давал мне действовать так, как я хочу. Вот он решил, что диван будет здесь стоять, значит здесь. Он решил, что вот нам, допустим, не надо нового покрывала, значит, его не будет этого покрывала. А она хотела жить по-другому. И да, я знаю еще, как бы сказать, тоже одну семью но это уже было, это очень было давно, их уже и нету. И когда тоже ну, как сказать, мужчина, который ну, было все хорошо. Есть сегодня одна котлета и там ну, какие-то чистые венгазские трусы и нормально. А жена хотела большего. Жена хотела, чтобы ну, что как бы, ну, развиваться даже не в плане того, что, как говорится, развитие, все понимают развитие, только это, значит, учеба, там, книжки читать, все такое. А это, может быть, новая микроволновка, может быть, новый чайник, может быть, более современный холодильник. Вот, кстати, вот был спор у нас с одной женщиной по поводу холодильника. У меня тоже на даче старой очень холодильник стоит, но у него уже другое энергопотребление, и он уже неэффективен, он уже заживет много энергии. Его, по идее, надо выбросить, но ему 22 года, и он работает шарп, просто суперски работает. Но он такой тяжелый, что его просто как бы тоже, ну, сами понимаете, если вещи работают, ты ее в одной части, как говорится, ты ее не выкинешь. Вот. И вот из этой женщины мы тоже спорили по этому поводу. Ну, как-то не то, чтобы спорили, но такой был разговор. Она говорит, что это все, я говорю, ну, купи ты ноуфрост, и не надо, ну, размораживать, не надо энергопотребление другое, и все такое, и дизайн другой, и в удобстве. Она, а мне, говорит, как это, грубо говоря, не западло помыть его раз в месяц. Ну, да, конечно, когда, ну, может быть, нету детей, когда нету внуков, ну, у меня-то тоже, конечно, они выросли уже, вот. И когда ты очень такой свободный, то у тебя, может быть, одно развлечение только помыть этот холодильник. Ну, а развитие-то где? Никакого развития. Ведь почему мы покупаем новый телевизор, почему мы покупаем новую стиральную какую-то машину? Да, конечно, потому что ломается старое. Почему покупаем пылесос? Вот сейчас я купила пылесос. У нас, конечно, тоже все эти пылесосы, мы периодически их покупали. Но этот пылесос гораздо лучше, он эффективнее, чем те другие, которые у нас были. В общем, так, слишком длинное видео получается. Вот такая тема. Что вы думаете вообще, как говорится, по этому поводу? Вот женщина правильно написала, что есть таких семей, которые, ну, там, ну, в данном случае мы говорим о мужьях, а может быть, жены, которые давят, и которые не дают. Почему муж, может быть, ничего не хочет делать? Потому что жена слишком властная, жена слишком хочет командовать. Она ничего не хочет, как сказать, делегировать. Она хочет все сама. Или, может быть, она даже делегирует, но она, как говорится, начальник. Везде начальник. В общем, это такая, конечно, тема, животрепещущая, так сказать. Это, конечно, много об этом можно говорить. Но пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Есть ли свобода в отношениях? И что понимать под свободой? Свобода – это просто, как говорится, гуляй налево, гуляй направо. И, кстати, как отдыхать? У меня есть своя точка зрения по этому поводу. Кстати, может быть, в следующем видео на эту тему поговорим. Как отдыхать? Совместно или пороснь? В общем, сегодня я буду заканчивать это видео. В общем, погода прекрасная. Правда, холодно. Правда, холодно. И, не знаю, решили мы, наверное, с мужем посидеть. Ну, сегодня же суббота, когда я снимаю это видео. Это суббота. Уже у нас все в доме более-менее. Интернет уже подключили. Все подключили. И, наверное, мы откроем бутылочку шампуса и поздравим, так сказать, нашего мальчика. Всего вам хорошего. Пусть будет мир и счастье в ваших домах. Все. Целую вас. Суббота. Суббота.